МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! В эфире Город женщин. И с вами вновь Юлия Федорова, Саргалана Амосова. Добрый день! И Юлиана Ким. На днях мы с моими соведущими посмотрели фильм Джулии и Джулия, где обычный оператор колл-центра становится известным кулинарным блогером. И задумались, а каждый ли сможет поменять свою жизнь на 180 градусов? В какое прекрасное время мы живем. Сейчас у нас столько возможностей овладеть новыми навыками и завести новых друзей. Да даже не выходя из дома, мы можем освоить новые профессии и обрести хобби по душе. Если вам вдруг показалось, что многие возможности упущены, не отчаивайтесь. Сегодня мы докажем вам, что, будучи в возрасте, можно начать все с нуля. Сегодняшняя наша тема – никогда не поздно начать что-то новое. Подготовка к новогодней ночи – это отличное время, чтобы раскрыть свои творческие способности и воплотить свои самые смелые идеи при украшении своей квартиры. А Юлия Наким сегодня нам расскажет, как сделать красивые новогодние накидки на простые обычные стулья. Что? Сегодня в рубрике «Фабрика идей» я вам расскажу, как сделать чехлы для стульев новогодние в виде шапочек для Деда Мороза. Вообще, к Новому году можно украсить любой вид интерьера. А давайте мы сегодня украсим наши стулья замечательные, которые находятся у нас в студии. Для этого нам нужно снять мерки ширина стула. Допустим, у нас 75 и высота стула. У нас 49. Мы эти мерки переносим на ткань. Нам нужна флисовая красная ткань, сложенная вдвое. Мы мерки переносим на ткань. Вот таким вот образом. И с помощью линейки и мелка вот таким вот образом мы будем делать квадрат. Квадрат. И затем, когда мы прочерчим стенки, нам нужно будет дорисовать крышу домика. Это у нас будет уголочек, который будет свисать на чехле. Таким образом. Оставляя на припуске, мы вырезаем ткань полтора сантиметра. И обязательно с помощью иголочек мы нашу ткань будем придерживать, чтобы она у нас не скользила, когда мы будем шить. Украшать мы будем белой, декорировать будем белой, тоже флисовой тканью. У нас вот будет такая шапочка Деда Мороза. Внизу беленькая, а сверху красненькая. И на кончике будем вешать вот такой помпончик, который мы сделали из полосочек, нарезанных предварительно и завязанных в узелочек. И также я вам хочу показать. Вот есть же салфетки персональные для приборов на столе. Они очень красиво смотрятся. Вместо обычной скатерти можно купить такую ткань, специально для, называется так, для салфеток, для стола, да? Типоватый, да? Сложить вдвое, да. Сто процентный хлопок, она более плотная такая ткань. Мы будем прошивать вот здесь вот с двух сторон. А одну сторону мы оставим открытой, для того, чтобы когда будем выворачивать, с той стороны уже мы их сошьем. Предварительно надо будет их прогладить утюгом. Ну, а итог тоже, что у нас получилось, я покажу, как обычно, в конце передачи. Пока Юлиана занялась делом, я бы хотела пригласить к нам в студию очаровательную гостью. Итак, встречайте, Мария Алексеева. Она не побоялась и поменяла свою жизнь кардинально. Мария, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что вы учитесь на первом курсе медицинского колледжа. Да. Расскажите подробнее, как вообще все это было? Почему вы уже в таком возрасте, да, решили поменять свою жизнь? Ну, с детства вообще-то я мечтала с детства. Это было в восьмом классе. После восьмого класса, учаясь во второй школе города Якутска, я хотела уйти. Но так как моя сестра училась в мединституте тогда, моя мама сказала, что в семье должен быть один медик. Таким образом, я не пошла после восьмого класса в медучилище, тогда было училище. Ну, и продолжила учебу, конечно, в школе. Ну, вот мечта, она как вот, знаете, вот столько лет прошло, да, и мечта вот как мечтой осталась. Но в этом году прошло 34 года. Я вот, ну, я сама за рулем еду и смотрю, как будто бы сердцем, как будто бы зов. Я посмотрела, ну-ка, я быстренько остановлюсь, остановилась, зашла, смотрю приемная. Я даже не знала, где все это приемная находится, по стрелочке я нашла. И я зашла ровно в 10 часов, где-то 0,5 минут. Они, по-моему, с 10 открываются. И там сидят молоденькие девочки и смотрят на меня, думают, я кого-то привела. А я такая радостная. Я говорю, здравствуйте. Я такая зашла, такая радостная. Они на меня смотрят, я говорю, девочки, говорю, я хочу поступить. Они так на меня посмотрели, так тоже улыбнулись. Я говорю, а можно мне поступить? Они такие. Ну и что, говорю, мне 49 лет. Я прямо так сказала. Я очень хочу, это моя мечта. Ведь 34 года прошло, говорю, да, через несколько месяцев мне будет 50 лет. Могу ли я поступить? А там в приемной сидела такая молоденькая, симпатичненькая девушка. Ну, для меня, конечно, они все девушки. И говорят, конечно, поступайте. Можно, говорит, поступить. Но я спросила, возрастных ограничений нет? Они говорят, нет. Ну, вот перечень мне документов дали. Ну, я побежала. Ну, не побежала, я такая радостная, вдохновенная. Я вышла. И никто ничего не знает. Потом, значит, приехала домой. Давай искайте вот эти перечни, да, документы. Вы не поверите. Я аттестат куда-то делала. Ой, это было вообще. Я такая, как от аттестата нет? Я вот такой человек, что у меня аттестат должен быть. Потом я говорю, ну, ладно. Я говорю, после обеда я поехала прямо во вторую школу. Ну, родная, любимая школа. Я очень гордая о том, что я училась во второй школе. И это. И я такая прибегаю туда. Ну, я думаю, как в старину. Ну, оказывается, все там поменялось. Новое издание. Я такая, ну, там, значит, на вахте мне сказали на второй этаж подняться. Как бы, ну, как слава богу, да. Там, значит, приемная была девушка. Я говорю, вот так-то, так-то. Говорю, в 85-м году я, говорю, закончила вашу школу. Говорю, ну, наша школа. Да. Я говорю, вы знаете, я говорю, через столько лет, говорю, я хочу поступить. Говорю, да, вы можете, говорю, мне дублька дать. Оказывается, тут непросто. Они говорят, вот надо вам дать, значит, это объявление в газету. В итоге как вы нашли? Ну, я подала объявление. Они сказали, что вот с этой газеты приходите. Я пришла, ну, вот, я так же, я пошла в Якутию в газету, сдала, значит, объявление подала, объявление, прибегаю. Говорю, вот газета, говорю. А тут 6-е число. 8-го августа они заканчивают принимать документы. Я такая, ну, давайте, давайте. Я говорю, сколько штрафов? Ну, я там все быстро заплатила. Я говорю, вы можете мне сейчас дать? Я говорю, ну, подождите. Я говорю, подожду. И быстренько, быстренько. И тут как раз у меня учительница подошла, знакомая ей, да. А я говорю, вот, я говорю, поступаю. Они такие, ну, давайте, надо помочь, конечно, Марии. Но все-таки в школе я была комсоргом. Я в школе очень тоже такой организаторской деятельностью занималась. И поэтому как-то вот, ну, пожилые. Ну, выдали аттестат, да? Выдали аттестат, и дубликат дали. Я побежала. И этот, как его, ну, до этого еще я вот два дня, я быстренько, значит, анализы сдавала. Все, ну, как положено, да, вот. Вот, и пришла, сдала. Ну, и тут, значит, сдала, и народу очень много. Я потом, они сказали, мы, подойдите 12 августа. Как бы предварительное будет. Я такая тоже... А экзамены какие-то сдавали? А экзаменов нету. Значит, по общему балу аттестата. Ну, я в школе вообще-то училась хорошо, во второй школе. А это значение не имеет, да, что вы вот много лет назад закончили? Ну, не знаю, видимо, нет. Видимо, нет. А вот я знаю-то, что ваши близкие до последнего момента не знали. Никто не знал. Их знал, были большие сюрпризы. Вот расскажите, пожалуйста, как они узнали. Ну, я как-то вот это давно скрывала. Значит, 12 августа как раз, кстати, была, должна была быть свадьба моей племянницы любимой. Я такая тоже вся такая нарядная, прибегаю, там на меня сесть, смотрят, думают, какая-то артистка, что ли, пришла. А я мимо прохожу, и там по Якутции говорят, а это, видимо, артистка, да. Я говорю, нет, 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 я не артистка, я быстренько прибегаю, рекомендовано написано, я такая радостная. Я так посмотрела на А4, да. 4,61 балл, общие баллы как отца моего аттестата. И никому еще там нету. Я такая, какая-то уверенность была. Потом сказали, 28-го подходить. Ну, и никому не говорю. А вдруг не поступлю? Мало ли что, все-таки я, дитя еще той закалки. А потом 28-го я... А как вы могли столько терпеть? Ну, молчу, молчу. Молчу, сколько молчу. Ну, мало ли что, вдруг не поступлю. У меня мама же живая. Моей маме 85 лет, кстати, было в этом году. Я, главное, когда я увидела, что я зачислена, я сразу маму набрала. Мама моя в Солданском улусе, в поселке Кулуна. Я говорю, мама, я поступила. Она говорит, куда поступила, куда, чего. Я говорю, мама, я стала студенткой в Поздравьменной. Она так, видимо, еще не поняла. Тут мне же тоже хочется. И тут, значит, я бегу, бегу, значит, в машине своей, набираю дочкой. Говорю, дочка, я поступила, я стала студенткой. Она в Санкт-Петербурге. Она говорит, как мама поступила? Я говорю, поступила, я стала студенткой. Куда, куда? Я говорю, медколледж. Она говорит, на какое отделение? Я говорю, сестринское отделение. А, ну, это же моя мечта. Она говорит, ну, мама, ты и так медсестра вообще, ты мать Тереза у нас. Ну, поздравляю. А потом мужу. Муж так тоже так послушал. Ну, ладно, хорошо. Никто не был против, да? Зачем тебе это надо? Нет, никто ничего не сказал. Потом давай по-другому. Ну, конечно, некоторые сказали, ну, как-то так, все-таки возраст. Я вам честно говорю, некоторые, ты что, с ума сошла, что ли? Алексеева на меня. Я как была Алексеевна, так и осталась до сих пор. Алексеевна, ты что, с ума сошла? Я говорю, я еще с ума не сошла, я еще буду учить. А какие у вас отношения с вашими сокурсниками? Они же буквально там вчерашние школьники. Да, им вообще 17-18 лет, ну, очень много 17-летней. 18-летней, когда я поднималась, вы представить не можете, да? Все со мной здороваются, да? Ну, как-то большинство, но не все, но здравствуйте, здравствуйте. Я такая подхожу, они сразу на меня так посмотрели, думали преподаватель. Ну, я так, важно, так зашла сама, тоже как-то маленькая с юмором, я тоже женщина. Я такая захожу, я говорю, здравствуйте, ребята. Они сразу на меня, и сразу все, ну, школьники, сами понимаете. А вам надо было сидеть еще за преподавательский стол? Ну, надо было, а я возле еще доски стою такая и говорю, здравствуйте, ребята. Они так на меня, кое-кто, здравствуйте, уже испуганные такие. Я говорю, да не бойтесь, говорю. Я говорю, такая же студентка, как и вы, говорю, я не преподаватель, говорю. Они такие, фу, да? Я говорю, ну, девочки, говорю, девочки, мальчики, говорю, да, я буду с вами учиться. Я им говорю, мне 49 лет. Мы сейчас, к сожалению, должны прерваться на рекламу, потом мы с вами обязательно продолжим. Хорошо. Вы смотрите город женщин. Я напоминаю, что у нас в гостях Мария Алексеева, студентка первого курса Якутского медицинского колледжа. Мария, вот вы сейчас прямо так хорошо рассказали про своих однокурсников. Вы такая активная, харизматичная, наверняка вы староста. Нет, я не староста. Почему я не староста, да, но ребята как бы хотели, да, чтобы я была староста, но я им сказала, девочки, так как у меня высшее образование, да, я по каким-то предметам не буду учиться. Поэтому, говорю, давайте, говорю, выберем другую. Но до этого у нас была практика. Я заметила там одну девушку, чуть постарше возраста, мне где-то 26-28 лет. И я говорю, давайте вот выберем ту Яру. Ну, и все, посмотрев на меня, раз Мария, видимо, руку подняла, и все подняли. И вот так мы, таким образом, мы это выбрали себе староста. Ну, раз вы не староста, то вы, наверное, точно отличница. Ну, как отличница, но, вы знаете, все-таки возраст дает о себе знать, да, потому что где-то плюс, где-то минус это, во-первых, это зрение, да, во-вторых, домашних забот очень много, но я очень стараюсь. Ну, пока где-то так на пять. Пока. Но я думаю, что потому что есть такие языки, латынский язык, да, это мертвый язык, но я не первая, конечно, сдала зачет. Да, но я потом, ну, чуть, где-то в середине отдала. А списывать однокурсникам даете? Ну, списывать-то я им не даю, а я им, ну, как не подсказываю, да, я им просто говорю. Да, вот, допустим, у нас было по сестренскому делу у нас практически занятия, да, ну, конечно, многие же приехали из лусов, из деревень, да, поэтому у них маленький барьер русского языка. Я им говорю, ребята, говорю, вы, говорю, занимайтесь, говорю, дома, ставьте, говорю, зеркало, да, и говорите, говорю, следите за своей мимикой, да, учитесь говорить по-русски. Ну, и говорю, ну, если вам так трудно, говорю, говорите сначала на якутском языке два-три слова и пойдет. И вот таким образом у нас очень хорошая преподавательница, Александра Дмитриевна, да, она вот, да, вот, Мария говорит правильная, да, пусть начните так, говорит, ну, вот, поэтому сейчас даже у нас там мальчики, да, очень, сначала же они так скромные, ну, не то, что не хотели говорить, у них был барьер, сейчас уже по техникам все начинают уже говорить. Ну, сейчас, после Нового года уже начнут, да, все? Да, начнут говорить. Вы дальше планируете быть медсестрой? Вы знаете, вообще, вот, да, я, наверное, ну, вот, работать медсестрой, ну, буду, не буду, это еще, я еще подумаю, но мне вообще, у меня мечта, да, вот эта мечта у меня, вот, знаете, вот, я же вам говорила, что моей маме 85 лет. Я очень хочу помочь пожилым людям, больным людям, я, и поэтому я хотела бы открыть, конечно, мечтаю, мечтаю открыть, ну, частный приют, да, как, не как вот там дом престарелых январидов, да, вот частный, как у себя дома, как дома, да, вот хочу вот такой частный открыть для больных, для пожилых людей. Ведь им же не только не хватает общения, им не хватает, ну, вот, как бы, внимания, да, потом, значит, ну, как, ну, сейчас же идет вообще-то персонализация же, да, ухода за больными, и вот у них и ухода нету, да, естественно, ну, врач есть врач, а медсестра это самый близкий человек, это самая гуманная, милосердная профессия, мне так кажется. Поэтому вы решили стать, да, медсестра, и с медицинским образованием нужно быть? Да. Мария, спасибо вам большое, что вы пришли за столь интересную беседу, я думаю, вы многих вдохновили, ну, наверное, сказок, надеемся, вы к нам еще придете, уже в качестве, как руководителя, да, дома. Да, пусть ваша мечта сбудется. Спасибо большое, вас тоже с наступающим Новым годом. Кстати, я хотела еще одно заметить, сегодня у нас Новый год медколледжи, так как я студентка первого курса, и я должна быть в роли мамы-монстров, понимаете? Вы идете на вечеринку сегодня? Да, я сегодня иду к ДК Кулаковского с трех часов. У вас сегодня мероприятие. Хорошо, я не дам вам. Хорошего вам мероприятия. Вам тоже здоровья, всех благ. В мире происходит столько много чудес, и особенно это чувствуется перед Новым годом. И сейчас я бы хотела узнать, как наши маленькие телезрители, они верят в чудеса и в Деда Мороза. Спонсор рубрики. Развлекательный центр «Мандарин». Спонсор рубрики. Существует, когда кто-то неожиданное появляется. Когда вы проспали Новый год, то у вас под елкой появились подарки. Люди, которые хотят разные вещи. Они верят в чудеса, чтобы Бог им что-то даст и сделает что-то хорошее. Например, когда дети о чем-то помечтали, и это сбылось. Это, например, когда ребенок спит, у него под подушкой пока нету подарка, а потом бум, и появляется подарок. Молщество – это когда что-нибудь, например, кто-то колдует. Вот я, например, умею колдовать со своей сестрой. Чудеса могут случиться в Новый год. Они делают эти чудеса, узнав, что ребенок хочет. Ребенок просит у мамы, а Дед Мороз это подслушивает. Оно может случиться под Новый год или всегда. Когда Дед Мороз в неожиданное время приходит, и ты не видишь. Кто-то хочет увидеть либо единый рогу, либо много радуг. Но я очень хочу увидеть радуги. Однажды у меня дома произошло чудо. Дед Мороз приехал ночью и положил мне подарки. Еще чудо было одно. У меня Дед Мороз забрал письмо мое. Я видела только волшебство природы. Ну, например, я хотела вчера радугу, и сегодня она появилась, например. Я почти не видел волшебство. Только во сне вижу. Я хочу увидеть чудо. Но почему-то я его не вижу, чудо. Я видела чудо под Новый год. Когда легла спать, я услышала, как будто бы кто-то летит на санях. Подбежала к окну, и я увидела там Деда Мороза. Я умею колдовать всякие шоколадки мороженого. Еще умею конфеты колдовать. Иногда я просто вот так делаю. Ну, у меня есть игрушечная палочка, но она все равно волшебная. Сейчас вы увидите чудо с ломанием носа. В чудеса надо верить. И тогда Дед Мороз это вам принесет. Действительно, в чудеса надо верить. И у нас чудесным образом появилась в студии еще одна гостья. Это Александра Иванова. Она замечательная женщина, жена, мама, бабушка и прабабушка. А сегодня мы ее пригласили, потому что она у нас танцует танец живота. Александра, добрый день. Добрый день. Расскажите о себе немножко. Ну, я родилась в Хангаласском Улусе. Мы знаем, вы же всю жизнь работали, отдали свою жизнь науке. У меня трое детей, шестеро внуков и трое правнуков. Мы жили со своим мужем Ивановым Борисом Ивановичем. Он большой ученый, доктор сельхознаук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. И вот мы прожили с ним 54 года. Но он, к сожалению, нынче летом ушел от нас. Поэтому у меня... Ну, мы прожили, конечно, очень такую счастливую, интересную, насыщенную, плодотворную жизнь. Мой муж стал именно вот заниматься наукой. И вот я помогала ему всю жизнь. Мы всегда вместе работали, вместе отдыхали. И вот всю жизнь жили в этом городе. В 67-м году мы переехали с Сунтарского района. Ну, вот вы всю жизнь занимались наукой, да? Наукой, ага. А как вы пришли к тому, что хотите танцевать? Или вы с молодости танцевали? Ну, я, конечно, в детстве тоже хотела танцевать. Но там ничего не было. Просто самодеятельностью я участвовала. Никто нас не учил там. Поэтому как сейчас. Сейчас вообще хорошо. Дети с детства учатся. Везде конкурсы, везде кружки работают. А потом по сколько лет вы начали танцевать? И вот я начала танцевать в 70-ти лет. Ничего себе. А почему? Потому что у меня здоровье начало ухудшаться. Потому что в последнее время вот писали книги мы с мужем. И постоянно сидели. Сидячая работа. Сидячая работа. Ну, писать книги же тоже творчество, да? Вы, наверное, все время... Это творчество. Вот это творчество у вас... С моим мужем вот две, последние две книги написали. Использование лекарственных растений Якутии. И вот наше мерзлотное растеневодство. Это учебник. Все пользуются, наверное, студентами. Вы в институте биологии, получается, да, проработали? В институте биологии. Работали всю жизнь, 44 года в институте биологии. А как вы выбрали именно восточные танцы? Почему там, ну... Не русские народные, не бальные, например. А почему именно восточные? Я после болезни у меня был тиритоксикоз, шатавитка работала. Меня лечили гормональным препаратом. И я набрала вес. Поэтому мне нужно двигаться хорошенько. И вот объявление было по газете, что начинаются курсы там по восточным танцам. Студия Шахаризада. Я пошла. Там несколько времени танцевала, но мне понравилось. Потом вдруг слышу, что есть специальный, ну, есть руководитель, который занимается именно возрастными женщинами. И вот Анастасия Габышева. Вот пришла к ней. Вот 8 лет как раз я танцую. Мы, к сожалению, сейчас прерываемся на короткую рекламу, сразу после которой продолжим. Напоминаю, вы смотрите «Город женщин» и тема сегодняшнего нашего эфира «Никогда не поздно начать что-то новое». У нас в студии в гостях Александра Иванова. Мы продолжаем беседу. Александра, вы танцуете «Танец живота», да? Говорили. Кто вам посоветовал? Вот можно же было для здоровья пойти как-то на физкультуру, да? Физкультурой заниматься, там, или лыжи, или еще что-то. Почему именно «Танец живота»? Ну, мне понравилось вот именно «Восточный танец», вот эта музыка. Мне очень нравилось. Я всегда смотрела. Вот хотелось именно вот это танцевать. Да, а я вот знаю, что в вашей семье танцуют не только вы, у вас еще есть знаменитая внучка, солистка театра. Да. Вот то, что я хотела всю жизнь танцевать. Может, это где-то передались моей внучке. И моя внучка теперь солистка балета, Гасанбалаева «Динара». Она уже давно танцует. А костюмы вот мы смотрим, да? Вы сами шьете? Мы иногда сами шьем, иногда даем швеи. Кто-то шьет. А где вы выступаете? Смотрю, столько много фотографий у вас, да, на сцене. У нас, ой, мы везде, везде, во всех театрах выступили. Даже на гастроли ездим. А куда? Нынче даже, ну, в декабре месяце, на один день мы съездили с «Унтары». Как раз с нашей руководительницей было 50 лет. И вот концерт, именно юбилейный концерт там исправили. Один день на самолете и обратно. Ничего себе. Любая бабушка может присоединиться к вам, да? Конечно. А может быть, надо какие-то навыки иметь? Ну, там, именно вот Настя этому учит. Она, как надо двигаться, что-то. Получается, вы уже сколько лет занимаетесь танцами? Восемь. Восемь лет, да? Это можно сказать, профессионал, да? Вы чувствуете легкость, здоровье улучшилось? Да, да, да. Потому что я же набирала вес, поэтому из-за здоровья я пошла на танцы. И вот сейчас я чувствую себя хорошо. Сейчас уже, наверное, не представляете жизни без танцев, да? Ну, если танцы кончатся, я найду какое-нибудь занятие. Кроме танцев, вы еще чем занимаетесь? Я знаю, что вы пели, да? Ну, еще я хожу в совет пенсионеров. Вот начала ходить. Я уже в совет пенсионеров давно. И там у нас вот эта даже книга есть. Пятилетний выпуск, там я на хоре участвовала, танцы. Концертная группа радость, да? В вашем городе тоже вы на гастроли ездите, да? На гастроли, везде и всюду, во всех районах, в полусах ездим. Но вот не зря говорят, что талантливый человек, талантливый во всем. Никогда не поздно, оказывается, начать что-то новое. Вот когда вот кончу танцевать, я пойду куда-нибудь в школу третьего возраста. Там есть много кружков. Я так, что одна не буду сидеть дома. То есть вы считаете, надо быть всегда активным и открытым? Я активно, я не могу дома сидеть, потому что я начинаю болеть, если я сижу дома. Поэтому говорят правильно, да, что движение это жизнь? Движение это жизнь. Я теперь вообще каждый день хожу куда-то. Два раза на танцы, потом два раза на хор, еще куда-то в школу третьего возраста начала ходить. Ой, это же вообще круто. Так что шесть дней у меня... Все расписано, да? Все расписано. Еще вот начала ходить на это, на здоровое питание утром, потому что я одна, поэтому куда хочу туда еще. Спасибо большое. Я думаю, вы вдохновили многих наших телезрителей. Мы желаем вам еще больше творческих успехов, еще больше гастролей, выступлений. И может быть, вы откроете еще какие-то таланты в себе? Может быть. Так что... Да, начать что-то новое, это вообще никогда не поздно. Никогда не поздно. Так что всех поздравляю. Наступающим Новым годом. Спасибо большое. Спасибо. Мы не раз говорили, что новости, и даже светские новости, мы узнаем из Инстаграм. И даже новости о своих близких, с которыми мы долго не видимся, тоже можем узнать из Инстаграм. И складывается такое ощущение, что мы с ними общаемся. И сегодня наш корреспондент Маргарита Макарова расскажет, что интересного произошло за неделю в мире Инстаграм. Сказочный кадр фотографа Петра Чугунова заставил поистине ахнуть от восторга. Он разлетелся по всему Инстаграму. Многие думали, что это фотошоп, но точно ошибались. В объективе прекрасная балерина Елена Посельская. А в это время житель села Модут Намского района извоял скульптуру из навоза, чем вызвал весьма неоднозначную реакцию у огромного количества комментаторов. Но больше всего людей данной социальной сети потрясла новость о том, что принц Гарри женится. Самый завидный холостяк Соединенного Королевства нашел избранницу. И это актриса Меган Маркл. Сердца поклонницы разбиты, но свадьба все равно уже запланирована на весну. Со стрессом можно справляться по-разному. Жители Черопчинского района, например, в минус 49 градусов вышли искупаться, чем удивили многих своим поступком. Их примеру последовали и японцы, приехавшие к нам погостить, но нырять они не стали, а просто телом решили ощутить всю силу северных холодов. Ая Лазарев официально объявил на своей странице о том, что из-за травмы не сможет заниматься активным спортом и временно начинает тренерскую деятельность. Желаем ему скорейшего выздоровления и новых побед. Не так давно на Маганском тракте был обнаружен настоящий медведь. Оказалось, что он дрессированный и у него есть хозяин. Один из бесстрашных водителей вышел, чтобы убрать его с дороги, дабы животное не затрудняло движение. Не волнуйтесь, все в целости и сохранности. От лап медведя никто не пострадал. А девушка недели по версии одного из самых популярных и крупных сообществ в республике, Якутиан Бьюти, стала красавица Сардана Порядина. В настоящее время девушка принимает участие в конкурсе красоты. При этом занимает активную гражданскую позицию. Она является специалистом окружной администрации нашего города. Также у нее есть собственный салон. И она настоящий фанат спорта. Недаром говорят, что в Якутии самые красивые девушки. С недавних пор, как люди стали делать посты в интернете, блогер стал вполне серьезной такой профессией. О том, как стать популярным в сети интернет, расскажет Серглана Амосова. С вами рубрика «Поездный Инстаграм». Действительно, сейчас уже смело можно относить блогерство, профессии. Ведь вести грамотный и красивый блог – это такая трудоемкая работа. Мы должны писать красивые тексты, мы должны искать красивые фотографии, находить какие-то фишки все время, ходить на мероприятия. И что, вот зачем каждый раз слышать, если можно один раз увидеть. И специально для вас, дорогие телезрители, я пригласила топового блогера Лизу Газизову. Всем привет! Привет! Добрый день, город женщин. Лиза, здравствуй. У тебя 58 тысяч подписчиков. Это же невероятно. Расскажи, как так получилось. Не знаю, как так получилось. Я даже не помню, в каком году я зарегистрировалась. Но это было после рождения сына. Где-то в 2011, по-моему, году или в 2012 я зарегистрировалась в Инстаграм. Инстаграм, он же изначально просто созданное приложение для обмена своими фотографиями в соцсети. И все. А в наше время Инстаграм приобрел более глубокое значение. В нем можно и заработать. В Инстаграм действительно можно и найти работу. И не выходя из дома, решить очень много вопросов. Лично для меня он очень облегчает жизнь. И мне нравится заниматься блогерством, как вы говорите. Хотя блогер, это, конечно, немножко не то значение. Потому что блогеры изначально это люди, которые занимают активную, социальную, даже в политическом, в политических вопросах люди шарят. Они пишут на эту тему. Да, действительно. А у нас это просто, знаете, мне нравится читать блоги, например, там, милых домохозяек. Например, за Юлианой я смотрю, наблюдаю за тем, какие красивые вещи она умеет творить. И очень много интересных, на самом деле, людей, которые пишут о путешествиях, о своей личной жизни. Психологов читаю. Читаю страницы по фэн-шоу, например. Меня такие люди вдохновляют. Мне очень нравится следить за их жизнью. Да, вот у меня, допустим, люди очень часто спрашивают, да, вот как найти свою там нишу, да, про что рассказывать. А вот расскажи, как вообще появились твои персонажи. Вот все мы, наверное, сидели за похождениями. Теджих Тара, да, а как отдыхала саратовская матуха, да. Мы все за этим следили. Вот расскажите, как они рождаются на свет. Не знаю, я просто вся в своего отца, у него очень потрясающее чувство юмора, я надеюсь, у меня тоже, да, и индий, да. Вот, и мои персонажи рождаются стихийно. Просто я наблюдаю за людьми, подмечаю что-то, например, да, как говорит мой друг Дмитрий Васильев, когда мы встречаем кого-нибудь очень интересного, например, он говорит, все, запись пошла. Потому что я наблюдаю за их ужимками, за их словечками, за повадками какими-то, да, и потом складывается какой-то у меня единый образ, я думаю, а, давай-ка я запилю такое видео, например. И людям, например, нравится, я вижу, что пошло на ура, думаю, надо эту тему развивать. Да, дорогие телезрители, я сейчас задам вопрос, который волнует вас всех, да. Буквально вчера я заходила к вам в профиль, и люди до сих пор в недоумении, куда же она делась. Кто? Ты о чём-то? А, бабушка, бабушку отправили на пенсию, отправили в Сунда-Арен, на её родину, вынужденно. На самом деле, я иногда тоже пересматриваю видео, у меня прям скупая слеза. Мне действительно очень её не хватает, но приложение, она вернулась. Я думаю, что все мои 58 тысяч лишних подписчиков в курсе. И где-то был парень, который обещал мне восстановить приложение, кстати, пользуясь случаем, где ты, Айял, я жду тебя. Вот как тебе кажется, да, вот блогер, на самом деле, это очень большая ответственность, потому что вот даже 58 тысяч твоих подписчиков, они же тебе доверяют. Вот то, что ты им скажешь, это у них наверняка осядет в голове. Вот как тебе кажется, какими качествами должен обладать блогер? Я вообще с прошлого года поняла для себя одну вещь, что действительно несу некую ответственность за то, что я пишу, за то, что я рекомендую. Поэтому, например, то, что я признаюсь честно, ребята, что мне действительно много чего дарят. Например, да, вы прорекламируйте, пожалуйста, наш крем. Я, например, если заинтересовалась, могу взять продукцию, да, но я никогда не пишу отзыв день в день, потому что мне надо обязательно действительно попробовать. И я оставляю за собой право не писать никаких хвалебных от, если мне не понравилась продукция. Даже пиццы и суши, и этот вопрос вас тоже наверняка интересует. Да, я ем их бесплатно. Но частенько заказываю просто так. Спасибо большое, Лиза. Сейчас мы прервемся на короткую рекоменду. Я напоминаю, вы смотрите «Город женщин», и у нас сегодня в гостях очаровательная Лиза Газизова, известный блогер. Нет, давайте все-таки назвать меня просто, я не знаю. Известная юмористка. Вы, как человек публичный, наверное, часто сталкиваетесь с негативом, который и есть, конечно, в социальных сетях. Вот, как вы к ним относитесь? Ну, как я могу относиться к ущербным людям, да, которые вот так запросто могут... У меня закрытая страница при всем, при том, что, ребята, 58 тысяч подписчиков, но закрытая страница. Я никого не заставляю подписываться, просматривать, да, никому не навязываю ни свою рекламу, ничего абсолютно. Отписывайтесь, ребята, я всегда так говорю, если что-то не нравится. Нет, они находят нужным и должным написать мне, допустим, в 5 утра, да, какие-нибудь откровенно противные вещи, да, гадкие вещи, там, могут сказать про мою семью, например, да. Вот, когда про мою семью, я могу и матом, потому что я такая женщина, как говорится, за словом в карман не полезу, потому что в лицо мне этого сказать никто не может. Ну, меня боятся, да, есть такая у меня черта, я очень открытая, если мне не нравится человек, я просто с ним не здороваюсь. Его для меня нету, разумеется, я не подписываюсь, чтобы написать что-то там, да, поэтому это ущербные люди, ребята, я посылаю вам лучки любви, солнца и всего на свете, и с наступающим вас Новым годом. А как ваши близкие относятся к тому, что вы очень такая популярная, все вас знают, и вы, наверное... Ну, у меня муж до сих пор недоумевает, в кино приходит, говорит, а можно с вами фотку там сделать? И муж говорит, за что вообще тебя зовут? Ты кто такая вообще? За что? Ну, я говорю, ну, я же известная ведущая, там что-то, а, ну, да, да, да. Ну, вот, нормально реагирует. Ну, вот сейчас у нас мы пришли к такой нормальности, да, вот, то, что сейчас каждый вечер, вот, как раньше было, да, вся семья сидела за столом, пила чай, да, а сейчас как? У кого там пьем чай, но у всех с телефоном, да? Там у детей планшеты, а родители все в телефонах, там, ватсапе, в инстаграме. На самом деле, это, конечно, не есть нормальная ситуация, и в моей семье тоже так, вы бы видели мою маму, она до пяти утра, там, так, ой, Аня Кириллина себе новое пальто купила, Юлиана Ким новую, там, вазочку сделала, я говорю, мама, спать надо, да, у нас асоциальный человек в этом плане только папа, а все остальные довольно-таки активные пользователи, ну, муж больше читает, допустим, да, или аудиокниги, что-то там. Он у меня человек интеллигентный, а вот я, например, дочка моя, даже малышок мой сын, и тот, я его сниму там в сторис, он говорит, сколько просмотров, сколько лайков там, да, вот, и поэтому я боюсь, я всячески пытаюсь как-то ограждать, и при них тоже стараюсь с ним брать. А сын младший не хочет стать блогером? Он мечтает, он говорит, всякий раз, когда я достаю телефон, он говорит, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрит за мистер Макс, за мисс Кэти, говорит, что они там больше 10 миллионов зарабатывают в месяц, снимай меня, открой мне канал, у меня дочка будет там просить, да, ага, будем зарабатывать, я говорю, да, я буду ваш там каждый шаг снимать, я считаю, что это все-таки немножко ненормально. А доченька не обижается, когда, допустим, она же у вас занимается гимнастикой, и вы ее снимаете, когда она кушает, и говорите, вот я тренеру покажу, мне обижается? Конечно, она обижается, но она понимает, что это такой хороший стеб, да, с моей стороны, я не могу без юмора, и самая главная эмоция, которую я хочу вызвать у человека, это смех, это было с детства так, и мне даже мама говорила, Лиза, ну ты же не клоун, так не знаю, ты же девочка, ты должна вызывать восхищение, что-то. А мне нравится вот смех и радость приносить людям. Ну вот если мы снова вернемся вот к Инстаграму именно по контенту, вот вы как делаете, у вас есть цель, типа, да, сегодня что-то опубликую, обязательно расскажу о том, то вы как-то это планируете? Иногда бывает, да, допустим, что-то увижу такое, или что-то узнала, да, я думаю очень часто, например, стоит ли это опубликовать или нет, да, если, например, это какой-то острый вопрос, социальный какой-то, я не знаю, или какой-то скандал, касаемо общественной жизни вообще нашей в Якутске, да, частенько я уже стала себя ловить на мысли, что нет, Лиза, не делай, опять тебя назовут там скандалисткой, еще кем-то там, да, но с удовольствием пишу о мероприятиях, которые, допустим, мне очень понравились, о каких-то походах культурных, да, с удовольствием об этом пишу, пишу с удовольствием об интересных людях и реклама, реклама, ребята, реклама, обращайтесь, если что. Вы еще и рецепты каких-то блюд публикуете же, да? Да, да. Пирожки ваши знаменитые, если знаю. Ну, рецептами я вообще не люблю делиться и на меня обижаются, потому что как только стоит тебе подлиться рецептом, почему-то у тебя перестает получать это блюдо, поэтому простите меня, девочки, я такая жадная. Тоже, да, свои такие, свои вери. Да, да, да. Мне прямо хочется вас назвать блогером, да? Как вот проходит день у Лизы Газизовой? Как вы вот с утра просыпаетесь, так, нужно мне это, 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 да, вот запостить? Я вообще часто, вот смотри, я вообще не расстаюсь телефоном, у меня в заметках, я люблю планировать свой день, потому что без этого день просто разбивается на осколки, невозможно ничего собрать, ничего успеть. Я даже пишу, что мне надо купить, так, аптека, двоеточие, то-то, то-то, да, магазин, то-то, то-то. Я люблю планировать свой день, но с телефоном я не расстаюсь, это точно. Вот, вот действительно, каюсь, есть такое, я практически всегда онлайн. Да, ну вот если вы, наверное, вот не расстаетесь телефоном, то, наверное, у вас телефон просто забит фотографиями. Да. Да, а инстаграм это у нас, вот как вначале рассказали, что для обмена фотографиями. Вот как вы делаете фотографии? Вы кого-то просите сфотографировать или как? Может быть, есть какие-то секреты, как делать красивые селфи. Я люблю селфи, как и все девочки, да, очень люблю селфи, и мой любимый фильтр Амара, наверное, все в этом знает, потому что хвала просто создателю фильтров, это же так классно, немножко себя приукрасить, осветлить что-то, затемнить что-то. Я считаю, что это нормально, если ты, конечно, не видоизменяешь себя, там, я не знаю, такие губы сделала, такие глаза себе увеличила, да, что-то себе сузила, удлинила, до такого у меня маразма не доходит. А так, я не считаю, что у меня прям красивые фотографии. Вот у Полины Миклиук, например, действительно очень красивые фоточки. Есть такие блогеры, которые действительно думают над тем, что пусть, а у меня всякое разное бывает. А вот вы думаете, типа, вот есть топовое время, запущу в это время, да? Да, да. И вот по вашему мнению, да, вот дайте совет нашим телезрителям, во сколько часов нужно опубликовать фотографии? Фотографии или, например, публикации рекламного характера, да, которые вы хотите, чтобы было побольше просмотров, самое топовое время, это когда люди пришли с работы, помылись, поужинали, отдохнули и взялись за телефон. Но это, как правило, с 8.30 до 9.30, вот этот промежуток, самое золотое время. Спасибо большое, Лиза, за столь интересную беседу. Вам спасибо. Очень много полезной информации вы сегодня узнали. А сейчас я предлагаю перейти к творению Юлии. Она уже у нас закончила, давайте посмотрим, что же у нее получилось. Итак, у нас получилось вот такие чехлы в виде шапки Деда Мороза. Посмотрите, большие. Они будут у нас одеваться на стулья. Так, и получились вот такие вот замечательные салфеточки для приборов. Они у нас персональные будут. У каждого гостя или у каждого члена семьи у нас будет своя салфеточка. И у нас в студии стоят как раз стулья. Я хотела бы наглядно показать, что же у нас получилось. А девочки, я попрошу вас помочь. Ух ты, с удовольствием. И так ты прямо сейчас это все сделала? Нет, сейчас я одну сделала, а дома я заготовочки сделала. Чтобы все успеть, чтобы показать. Салфеточки ложатся под приборы. Вот сюда. Вот так. Очень удобно, да, прям как колпачки? Сверху. Все, поняла. Я пока буду одевать на стульчике. Да, я тебе тоже помогу. Вот таким образом, простым, украшается наш дом. И становится вот... Да, главное выбрать, да, начинай свой дом украшать. У тебя, наверное, на Новый год дома просто волшебно. Мы уже поставили елку, повесили гирлянды на шторы. Нынче у нас прямо так все заранее мы подготовились. Вот. Вот салфеточка. Давай еще одну салфеточку сейчас. Можно подобрать любой стиль, да? Да. Да, а вот ты же такая вся вот интересная. Вот посоветуй, как еще можно интересно вот украсить? Может, какие-то тренды сейчас есть, как в этом году украсить? Вот гирлянда, которую вешали на шторы, она была прям трендом того года. Да, она с прошлого года, поэтому я в прошлом году не успела поставить, а в этом году я прямо заранее позвонила, договорилась. Мне привезли буквально там через несколько часов. И сразу мы их повесили. И так красиво смотрится, как будто вот находишься в какой-то сказке. Особенно, когда свет выключить. У нас в зале два окна. И получается такой эффект волшебства. Сразу чувствуется приближение нового года, да? Да, да, да. А также вот мы с детьми, адвент-календарь у нас. Старший тоже попросил, я сделала для него отдельно. Там уже задания более-таки сложные. Ну и получается, каждый день выполняем какие-то задания, я помогаю детям. И давайте мы сядем. Девочки, мне кажется, у нас сегодня были просто потрясающие героини. И знаете, они меня так вдохновили, что я хочу вам кое-что предложить. Давайте мы, вот следующая тема нашего эфира, это вот челлендж «Вызов себе». И давайте мы тоже сделаем вызов себе, тоже попробуем что-то новое. Ведь, как нам доказали сегодня, никогда не поздно. Начать что-то новое, да? Вот я сейчас хочу сказать, что я буду всю следующую неделю готовить по новому блюду. Прямо совсем новому, который я никогда не готовила. Который я просто никогда не готовила. Вот мы и домашние обрадуются, не говори. Это же называется челлендж, да? Это челлендж, да. А что такое челлендж? Объясни, пожалуйста, нашим зрительницам. Это вот когда ты пробуешь делать то, что никогда не делал. Бросаешь себе вызов. Или сделаешь что-то за ограниченный срок, да? Вот у нас неделя, вот получается, за эту неделю я должна освоить 7 новых блюд. Но это вот должно быть именно на публике, правильно? Да. И мы, давайте, девочки, мы обязуемся каждый день снимать 10-секундные. Прям как клятву давать, да. 10-секундные видео. И потом, в следующую пятницу мы покажем нашим зрителям, что у нас получилось. Чему бы научились, да? Юля, ты что сделаешь? Ну, я хочу сесть на шпагат, хочу научиться этому. Я думаю, что у меня получится. Хорошо. А я тогда буду ходить на работу пешком, чтобы это было, несмотря на этот холод, это будет, мне кажется, очень полезно. Дорогие наши телезрители, ставить цели и добиваться никогда не поздно. Поэтому мы желаем вам всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok